Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Для проведения очередной провокационной акции украинцы привезли к российскому посольству в Берлине русский танк Т-72. Однако акция пошла не по плану. Неравнодушные немцы и наши соотечественники понесли к боевой машине цветы в памяти погибших солдатах. Накануне сторонники организаторов акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие противников инсталляции. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. На Западе уже из каждого утяга звучит антироссийская пропаганда. Евросоюз и НАТО совершенно потеряли всякий самоконтроль. И в информационном пространстве как никогда ранее силен градус антироссийского напряжения. Возможно, последний приступ антироссийской агонии, когда граждан стран Европейского Союза, наши оппоненты, а по сути враги, пытаются убедить в деструктивности позиции России по созданию мирной и стабильной мировой архитектуры нового века. Характерным примером может служить танк у российского посольства в Берлине. Но давайте посмотрим, что произошло. Жители Берлина сорвали жовто-блокитный украинский флаг с танка и укутали его цветами. Вот разница между позициями истеблишмента Германии, который всегда шел в фарватере политики Вашингтонского обкома, и реальной позиции жителей страны. В тот же день многотысячный митинг в Берлине против поддержки Украины. Европа начинает стремительно осознавать, что ей морочат голову. Европейские страны, которые все последние месяцы, казалось бы, мы привыкли на уровне средств массовой информации, парламентских резолюций, международных организаций, говорили только тезисы против нас. Сегодня ситуация начинает быстро меняться. Это говорит о том, что народы европейского континента начинают прозревать. Вместе с тем, конечно, это процесс долгий. В Государственной Думе во втором чтении принят законопроект, устанавливающий порядок проверок газового оборудования. Изменения предлагают внести в жилищный кодекс. Так, за каждым многоквартирным домом хотят закрепить одну конкретную газообслуживающую компанию. Кроме того, будет усилен контроль за работой газовщиков и состоянием вентиляционных каналов. А также прописана обязанность собственников помещений пускать в дом специалистов для оценки состояния оборудования. Поддержим во втором чтении очень важный законопроект о едином договоре на обслуживание газового договора в многоквартирном доме, газового оборудования и соответствующего коммунального договора. После первого чтения, к сожалению, законопроект был порядка пяти лет на полке, а газовое оборудование, особенно в последние месяцы, взрывается, гибнут люди. Владелец квартиры сегодня может заключать договор на обслуживание такого оборудования с любой организацией, из-за чего около 50% всех квартир вообще не имеют коммунальных соглашений и оборудование годами не проверяется. Закон, по крайней мере, значительной частью решает эту проблему, поскольку устанавливает принцип один дом, имеется в виду многоквартирный дом, а одна обслуживающая организация. Важно, что вводится обязанность предоставлять доступ к оборудованию. Впоследствии будет введена ответственность за системный отказ, если, не дай бог, кто-то будет страдать подобным образом и отказываться предоставлять доступ к проверяющим. Новосибирск, Ефремов, Владикавказ, Коломна, Ярославль, Нижневартовск, Заволжье. Я только часть перечислил городов, где за последние месяцы произошли трагедии с десятками человеческих жертв. Очень своевременный законопроект. Мы готовим также на эту тему свой законопроект, который должен отрегулировать оборот газовых баллонов, о чем неоднократно говорили. Это наша фракционная тема. Мы считаем необходимым создать в самое ближайшее время на основе государственного частного партнерства единую цифровую платформу или единого оператора, который будет ответственен за замену старых газовых баллонов и их перезарядку. Сегодня порядка 70% газовых баллонов были выпущены еще во времена Советского Союза. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о статусе молодых ученых и о мерах их поддержки. Согласно инициативе категории молодых ученых будут относиться сотрудники научных и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 35 лет включительно. Статус молодого ученого должен быть закреплен. Да, сначала, может быть, сейчас это рамочный закон, да, может быть, это рамочное дополнение, но я уверен, что в ближайшее время все это наполнится смыслами, настоящей поддержкой, реальной поддержкой, которую почувствует огромное количество ученых, которые только сейчас себя начинают реализовывать. Это важно. Это важно именно сейчас, когда за учеными, за российскими учеными, за молодыми учеными идет охота по всему миру. Правильно было уже сказано, что ряд государств, ну, просто делают преференции, серьезные преференции для наших специалистов, которые приезжают к ним в страну. Это и преференции в заработной плате, это и дополнительные премиальные вознаграждения, это и возможности для получения жилья, все это создается для того, чтобы сегодня в этой ситуации как можно больше, что называется, охватить этих ученых и попытаться их выманить из нашей страны. По большому счету, эта охота идет уже не первый день. И действительно, мы видим, что в истории с момента развала Советского Союза самым важным для тех, кто смотрит на нашу страну, является научный потенциал нашего государства. Многие ученые получили невероятные возможности для себя в разных корпорациях, крупных компаниях и технологических, и ряд других компаний, которые в 90-е годы эту охоту начали. Что нужно сегодня для молодых ученых и какая поддержка, по мнению фракции ЛДПР, должна быть оказана? Прежде всего, это возможности в получении жилья для молодых ученых. Это важно. Наши ребята, которые начинают заниматься наукой, продолжают свои исследовательские проекты, еще относящиеся к этой категории, безусловно, строя свою семью, должны понимать, что государство заботится о них. Второе, и прежде всего, это достойная заработлата, финансовые возможности, которые гарантированы для молодых специалистов, для молодых ученых. Ну и третий момент, это возможность самореализации. Ключевая возможность. Сегодня не во всех научных учреждениях эти условия созданы. У нас это крайне важно, поэтому ориентируемся на это. Кто хоть раз в жизни не мечтал побывать на площадке, с которой стартуют космические корабли? Теперь такая возможность есть у россиян и иностранных туристов. Космодром Восточный открывает двери всем желающим. Именно так гласят рекламные буклеты. А на самом деле попасть на стартовый комплекс могут немногие проблемы в цене на входной билет. Именно на этом застрел внимание представителя корпорации «Роскосмос» депутат ЛДПР Сергей Леонов. Космодром Восточный. Вот люди жалуются нам, депутатам, в том числе пишут письма, обращения, что очень высокая цена билетов для посещения космодрома Восточный в туристических целях от 7 до 17 тысяч рублей. Ну какой гражданин России может себе позволить такую экскурсию? Может быть вы рассмотрите, в том числе и наше предложение о том, чтобы эти экскурсии, ну как минимум, может быть, не бесплатные были, но имели адекватную цену? Потому что действительно это государственное учреждение, а с людей такие деньги дерут за посещение. Тем более он включен в тур по научно-техническому туризму. То есть мы должны гордиться своими достижениями, показывать это детям и взрослым, а получается они могут посетить из-за такой цены на экскурсию. Спасибо за это предложение, насколько я понимаю, это не вопрос предложения. Если вы готовы направить в госкорпорацию «Роскосмос», мы их полно рассмотрим. Я рискну предположить, что за любым ценообразованием стоят определенный расчет и обоснование соответствующей цены. Но вместе с тем, безусловно, это вопрос, который может корректироваться, исходя из разумных, адекватных предложений. Направляйте предложения, мы их рассмотрим. На российского певца Ярослава Дронова, более известного по сценическому псевдониму «Шаман», подали заявление об экстремизме. По словам самого исполнителя, анонимку в полицию написал некий гражданин из Тульской области. Он счел, что песня «Я русский» разжигает межнациональную рознь. Лидер ЛДП Леонид Слуцкий возмутился подобным поступком. Прошла новость по некой анонимке. Вроде у нас не 37-й год. Кто-то написал просьбу проверить на экстремизм певца «Шамана» за его песню «Я русский». В результате он давал показания в полиции. Я сегодня хочу с ним соединиться, уточнить, насколько это правда. Если это правда, то это не просто безобразие, а просто, коллеги, потрясение основ. Это не единственный пример, когда сам факт упоминания национальности русский у кого-то вызывает раздражение. И русскость, как мы знаем, именно на Украине приравняли едва ли не к фашизму. И подобные вещи у нас сегодня, в период специальной военной операции, это нонсенс. Таких вещей просто не может происходить. Люди, которые такие вещи пишут и затем, которые подхватывают, это преступники. Значит, русские были, есть, будут вечно. Много раз, сотни, наверное, а может быть более, выступал на эту тему Владимир Вольфович. Никогда русские не будут бояться говорить о себе. Мы крупнейший народ в Европе. Наша страна была основана русскими. На плечах русского народа подвиг и рабочей крестьянской Красной Армии по великой победе во самой кровопролитной войне в основе человечества. И, конечно, пытаться стирать слово русский откуда-либо могут только враги нашего государства. И особенно такие вещи опасны сегодня. Я еще раз подчеркиваю, мы эту информацию проверим. И если она соответствует действительности, значит, будем выступать еще более жестко, чтобы подобным отвратительным явлениям в нашей сегодняшней жизни места не было. И к этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.